Смотрите какие интересные грибы, похожи на мозг. Смотрите какие интересные грибы. Смотрите какие интересные грибы. Меня зовут Андрей. Сегодня в очередной раз на стройке в лесу. Строим избу около ручья, около речки. Кто как назовет. Сегодня пришли сюда с Ромой и цель заготовить бревно, заготовить материал на дальнейшее строительство. Так как в прошлый раз все бревна, которые были заготовлены, я израсходовал. Вот стою такой весь мокрый. Мало того, идет дождь. Вот. Плюс душно. Комары. Сейчас напилил пять бревен. И хочу вот еще... Есть тут два повала. Вот распилить их бревна. Уже под мхом. Все в грибке. Ну, надеюсь, почистится. Думаю, нормально. Обработаю чем-нибудь после грибка по итогу. Вот. Думаю, будет нормально. Тем более, избушка не для жилья, а буквально для провождения здесь какого-то времени. Отдохнуть, приехать. Возможно, порыбачить. Ну, а сейчас заготавливаю пока. Если дождь не разойдется, по-быстрому, чтобы напилить. Таскать, не знаю, сегодня получится. Нет, потому что у нас идут неделя дождей. Все мокрое. Бревна тяжелые. Плюс они на земле пролежали под мхом. То есть довольно тяжелые. Вот. Рома там разжигает костер. Вот. Сегодня, думаю, приготовим что-нибудь вкусное. Посмотрим, как по погоде выйдет. Надеюсь, ливня не будет сильного. И дождик даст нам здесь пробыть время. Вот. Также покажу вам новые приобретения. Ну, а сейчас распиливаем последние два бревна, которые здесь рядом лежат. Ну, и перебираемся в лагерь. Ну, теперь давайте поднимем лепem. Ну, а сейчас я на него别. Ну, ладно. Ну, олив Scary. Ну, я тебя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просторно кажется... Сейчас это все уберу... Продолжение следует... 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 вот это грибы я не знаю маховики какие-то да то специалист то скажет что за гриб вот такая вот шляпка ну кстати похож на маховик его мнешь он чернеет оставим его вот так вот смотрите как много воды грибе вот кстати тоже ранние опята смотрите можно набрать выйти как много ранний опенок он более тонкой шляпки но очень вкусный вон там сейчас я пройдусь наберу здесь не был я буквально здесь три недели почти месяц столько сразу но вон там вдалеке кто-то плавает возможно бобер возможно андатор но скорее всего бобер там его владение вот камеру я не ту взял приблизить к сожалению не могу ладно пойду соберу немного грибов опять тут очень много буквально вот под ногами мы сегодня пожарим вместе с другими грибами дождь перестал классно собираю чисто шляпки смотрите друзья даже в воде опят растут кто видал много много очень много опят ранних даже вот такие грибы есть кто знает чё за грибы как сосульки только наоборот друзья появился у меня санитарно-гигиенический комплекс друг от российского производителя кемпинг 2000 это быстрое компактное решение вопроса гигиены при отсутствии условий приехали на природу и за несколько минут развернули зону гигиены с душем и туалетом состав комплекса входит палатка самосборная электрический душ и складной туалет высота палатки 210 сантиметров ширина 150 на 150 удобство для человека любого роста и размера палатка это универсальный помощник для организации пространства и полезных помещений во время выездов на охоту рыбалку кемпинг дачу а также во время организации полевого лагеря и проведения коммерческих мероприятий на открытом воздухе подойдет как для организации туалета или душа так и для использования в качестве раздевалки или место хранения туалета друг предназначена для организации туалета вне дома имеет максимально удобную конструкцию для транспортировки и переноски создан для рыбаков охотников туристов мчс военных и многих других максимально быстрое время подготовки туалета к использованию комплекте поставляется особо прочные полиэтиленовые пакеты 120 литров 10 штук и удобная качественная прочная сумка чехол мчс Допустимая нагрузка 150 килограмм. Электрический душ, к сожалению, сегодня я не взял, но мы им обязательно попользуемся в следующий раз. Торговый дом Кемпинг 2000 более 25 лет работает на рынке товаров для активного отдыха на природе. Компания производит и продает складную мебель бизнес-класса, термобоксы и термосумки для сохранения улова или продуктов и напитков. Собирает вокруг себя только уникальные товары импортных производителей и выступает официальным дистрибьютором в России. А товары бренда Друг, производителем которых является сама компания Торговый дом Кемпинг 2000, уже завоевала поклонников среди путешественников, дачников, охотников и рыболовов. Кому интересно, обязательно оставлю ссылки в описании на всю продукцию. Заходите, смотрите. Ну что, сейчас мы будем готовить кушать. Очень проголодались. Работа мизерная, но времени ушло куча. Уже пролетело больше половины дня. Заготовил я только бревна. Пособирали немного грибов. Ну а сейчас что-нибудь приготовим на костре. Уже пролетело. Уже пролетело. Уже пролетело. Уже пролетело. Уже пролетело. Продолжение следует... 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 Несколько бревен утащили И что-то покрапывает дождик Сейчас будем смотреть, что у нас там приготовилось Перекусывать до сих пор До еды так дело и не дошло И пошел дождь Надеюсь, он не сильный И ненадолго И борщов под гонок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот такая обалденная штука получилась Сейчас будем пробовать Вилкой Сейчас долго будешь ковыряться Еще и загородил Вот этот надо делать Сейчас тут перчик Ковылка не выдержит Я уже доел, пока я наложил Думал не приготовиться Но жар нормальный был Вполне заготовил С грибочками, картошечкой И мясо с овощами Классно получилось Так что всем приятного аппетита Кто кушает А мы будем ужинать Акмосферник под дождем Гром молнии светает Я ни одной не видел Ну не видел Ну там он шандерахнул Там походу в дерево идет Глюбитый, понял? Глюбитый, понял? Глюбитый, опять-то Не знаю Почему опять-то? Ну что? Нормально, опять Почему опять? Опять? Опять Ну опять, наверное, много Сорвал Повернулся опять Точно как это будет? Я смотрю, ты не ешь Я смотрю, ты не ешь Я смотрю Сорвал Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, для вас буквально секунды, а для меня целая неделя практически пролетела. Пришлось нам покинуть место стройки, начался сильный дождь и мы уехали оттуда. Ну а сейчас я вот здесь. Думаю, это место многие узнали, кто смотрит меня давно.